добрый день друзья ну что мы с вами вместе уже поехали в путь как я и говорила в армению сейчас мы находимся во владикавказе проезжаем владикавказ и едем в верхний ларс будем проезжать границу как я и говорила и конечно хотела показать немножко вот эту красоту эти горы чтобы вы увидели друзья посмотрите друзья сейчас конечно немножко поближе мы подъедем я обязательно покажу выехали мы 9 утра и видите сколько получается по времени сколько мы во времени едем сейчас 7 часов 7 часов нет нет всем что выехали в 9 это 12 10 часов 10 часов но сейчас мы приживите какая у нас природа здесь и что хотела сказать конечно у нас действительно очень жарко можно сказать мы когда вот вчера 42 градусов это ну просто аномальное лето какое-то непонятное понимаете вообще вот каишники стоят и вот конечно вот горы посмотрите я показываю а дорога посмотрите какая можно сказать красивая прям да такая вот и посмотрим конечно что будет в верхнем ларце я думаю может быть не будет пробок мы быстро пройдем вот она красота которую я хотела показать и димуы едем мы с мужем войну час вот поздоровается с вами добрый добрый конечно на самолете сел и полетел быстро на машине на машине немножко дуб на тяжеловато но все равно Ну, действительно, экзотика. Я не стала показывать, когда мы выезжали, ну, где мы проезжали, Пятигорск, да, проезжали в Тавропольский край. Но я уже как бы ездила, вам показывала все. Я решила начать с Владикавказа. Прямо прохладненько, хорошо. Мне кажется, мы куда-то попали, да? В Ураль. Да, в Ураль прям. Да, как Высоцкий пил, лучше в Ураль могут быть только горы. Да, видите, можно же говорить. Перевалы пошли. Здесь как перевалы, да, пошли уже? Да, мы наверх поднимаемся, выше, выше. Выше и выше будем подниматься. А сколько до Верхнего Ларца осталось? Ну, через 62 километра. Сколько? 60. 62 километра нам еще. Ну что, друзья, вот вышли немножко постоять, подышать воздухом, таким прекрасным, как вам сказать, чистым воздухом подышать и показать, конечно, вам сейчас. Ну, посмотрите, какая красота, какая природа. А внизу, говорит, течет кура мукная такая, да? Ну, это не кура. Это вот буквально несколько километров. Сейчас покажу. Ну, реально. Ой, коровы, коровы, смотри, коровка маленькая такая, вон, теленочек. Я просто, вот, я просто, вот, как говорится, наслаждаюсь, когда выхожу. Вот водичка, вот эти горы, природа, друзья. Но это еще не все, конечно. Я обязательно покажу все, все поснимаю, покажу вам всю эту красоту. Как я и говорила, и с этой стороны горы, и с той стороны горы. Вот такая вот красота. Друзья, вот мы подъезжаем к Верхнему Ларцу. Посмотрите, сколько фур стоят, да? Какая пробка. Ну, сейчас мы подъедем и посмотрим, есть ли есть пробка или нет. У легковых, да. У легковых, да, машин. Говорят, что пробки нет. Ну, говорят, что вроде как пробки нет, да. Стоимость страховки, стоимость страховки, чтобы вы знали, от 200-200 рублей до 200-400 рублей. Это на две недели по Грузии. Просто въехать вы туда въедете, а обратно не выйдете, будет большой штраф, чтобы вы знали. На Верхнем Ларсе, Нижнем Ларсе заправки нет, заправляйтесь во Владикавказе. Вот, слышали, друзья, заправляйтесь во Владикавказе, потому что заправок нет. Сейчас, смотри, машину этот открыл. Боже, а такая узкая дорога здесь, да? Да нет, легковых нет вообще пробок. Ну, как нам повезло, Боженьки. Легковых пробок нет. Так что сейчас будем, вот видите, написано Верхнем Ларсе. А я почему-то думала Ларсе, оказывается Верхнем Ларсе. Правильно. Доброе утро, друзья. Ну что, мы уже находимся в Армении, в Таужской области. Вот с мужем тоже поздоровайся. Доброе утро. Едем. Вот, снимала, как бы, поснимала немного там, показать, да? Доехали до границы и сразу нам не разрешили, как я и хотела поснимать, но нам сказали, что все нужно убирать. Камеры, в общем, телефоны. Снимать нельзя. На немногие объемы. Да. Вот. И я не поснимала, но хотела немножко рассказать. Проезжали мы Верхний Ларс. Значит, думали, что пробок нету вначале. Были фуры, фуры, фуры. А когда уже заехали уже вовнутрь, когда после того, как мы прошли границу, да? К тоннели. К тоннели, да. И вы не представляете, друзья, мы стояли где-то пять часов. Машин было. Это просто вам не передать. Очень много. И мы вот пять часов простояли. И, представляете, стемнело. Я уже снимать ничего не могла. Вот. Ну, на обратном пути, ну, когда будем обратно возвращаться, я обязательно тоже поснимаю. Вот. Хотела показать, ну, что, как вот это. И муж тоже хотел сказать насчет страховки. Дорогие друзья, я очень настоятельно рекомендую, не покупайте страховку по Грузии в Осетии. Почему? Потому что она там стоит 2400 рублей. И в самой Грузии, после того, как мы пересечем этот верхний ларс, таможенный КПП с грузинской стороны, там продаются эти страховки за 27 ларик, то есть за 1000 рублей. Курс 27 к 1. Поэтому, да, везде обменники есть. Бензин очень дорогой, очень дорогой в Грузии. Поэтому, конечно, лучше будет полный бак вам заправить во Владыкавказе, чтобы уже спокойно могли пересечь и минимизировать затраты по приобретению вами бензина. А так, конечно, очень красиво. Да, очень красиво. И знаете, вот эти пять часов пролетели, так быстро мы там и общались, вот, с людьми, как вы знаете, не так вот, что мы постояли, нам тяжело. Нам плохо, ну, что сделаешь, если нужно проходить границу, вот, ну. Люди говорят на русском языке, что есть проблем, что в Армении, что в Грузии. Если у вас есть штрафы, у меня два года назад были, оказывается, штрафы, когда я ездил на автомобили по Армении. И вот мне пришлось их оплатить. То есть сроков никаких удовольствий, где автомобиль заменен, нет, ничего нету, иначе не пропускаю. А сейчас, конечно, я хочу немножко уже, вот, как бы, свекло поснимать. Все хорошие, интересные места такие. Вам все буду показывать, как и говорила. А как уже приедем, уже до нашего, ну, сняли мы квартиру, Арама, 48, да, улица? Город Ереван, улица Арама, да, однокомнатная квартира. Однокомнатная квартира, а я все буду показывать. Просто там подписчики спрашивали, да, где мы будем. 13-й этаж, и сутки, там действительно благоустроенная квартира, чем мы покажем вам, сутки, получается, стоит 3800 рублей на российский день. И я хочу сказать, после ростовской зноя, жары, здесь идет дождь. Вы представляете, вот я, да, и не обращайте внимания, мы еще, как бы, знаете, после дороги, отекшие, вот это вот, да? Да, мы еще в дороге. Да, да, вернее, в дороге вот едем, еще не доехали. Приедем, конечно, оденемся, нарядимся, да, и будем гулять вместе с вами, друзья. Получается, у нас на дорогу с города Ростова до Еревана затрачено 16 часов. Это с тем расчетом, что мы еще 5 часов стояли перед тоннелем, перед Казбиди. Казбиди, да. Да, там очень красиво. Ну, как получилось, что мы ночью попали, мы ничего, но она ничего не могла засять. А когда уже подъехали, вот, к верхнему Ларсу, да, я стала снимать, и сразу пограничница подошла и говорит, что вы делаете, да, убирайте камеры, никаких видеосъемок не разрешается. Ну, если не разрешается, конечно, мы убираем и ничего не снимаем. Вот, ну, нам это не очень интересно. Самое интересное, что я вам все рассказала, как мы проходили, какие пробки были, вот. Везде обменяйте, везде, не беспокойтесь, можете с рублями, с долларами ехать, как бы, и везде. Все разговаривают, вот, на русском, даже, знаете, момент один был, муж там тоже встретил с Казахстана, просто ребята стояли, мы что-то заговорили, и муж спрашивает, а вы откуда с Казахстана? Они говорят, с Актюбинска, ну, вот, куда мы ездили, где муж родился, вот. Вот, и тоже заговорили, видите, как мир тесен, вот, встретились тоже. И очень много автомобилей перегоняют, в иномарах перегоняют в Россию и страны, солдат в грудь, в Армении, в Бочке, в основном, где все на транзитах, все иномарах. Ну, да. Вот почему мы это все рассказываем, для того, чтобы, может быть, кто-то собирается приехать, чтобы уже были в курсе. И еще, я прошу прощения, перебьет. Если вы едете, летите в Армению на самолете, то вам не нужен заграничный паспорт. Если вы перебегаетесь через Грузию в Армению, или в Грузию просто останавливались, там обязательно нужен загранпаспорт. Паспорт, да. Так вас не пропустят. Да, по обычному паспорту не пропустят. Просто, вот мы и хотели младшую дочку взять с собой, ну, старшая работает, у нее не получается, вот, младшую забрать, и мы не успели сделать, у нее просрочен был паспорт загранпаспорт, и не получилось ее забрать. Вот теперь, сейчас, вот, когда уже сделаем, обязательно она приедет. Решили себе жилой каникулы. Да, решили сделать каникулы, как я и обещала, покажу, расскажу все, самое-самое интересное, друзья. И, конечно, сейчас я отключусь и начну уже показывать, снимать места, горы, всю красоту Армении. Так что оставайтесь на моем канале в гостях у Ноны. Сейчас находимся в Таужской области, город Наимбирян. Хотела показать тоже. Вот они и горы. Но это еще, знаете, здесь не очень так видно хорошо. Остановились, да, вот видите, серпантино проезжаем, и хотела немножко показать. Вы не представляете, знаете, чистый такой воздух, такая природа, горы. Это просто, друзья, посмотрите. Но это еще не все, конечно. Я просто, знаете, захотела остановиться и показать вам. Как я и говорила, хочу дорогу показать. Ведь есть у меня подписчики, друзья, которые еще не были в Армении, чтобы это все, конечно, увидели. Но природа, конечно, здесь просто. И птички поют. Еще рано, конечно, да. Сейчас мы находимся в Джермуке. Посмотрите. Друзья мои, я так хотела. Я мечтала, честно, выпить эту горную воду. И для вас, мои хорошие, и вам передаю туда. Ростовчане всем вам передают эту водичку. Ой, это просто, друзья, это просто супер. Обязательно приезжайте в Армению. А вот я сейчас подошла к лесу. Вот вы, наверное, видите, да? Где водятся медведи и олени, друзья мои. И... Ну вот, друзья, мы и подъехали. Уже находимся в Ереване. И хотела показать, где мы останавливаемся. Вот этот наш дом. 13 этажей. Мы на 13 этаже. Там получается как пинг-хаус. Я, конечно, поднимусь и все покажу вам. Вот. А сверху у нас наверху балкон. И я, конечно, оттуда покажу, какая красота, друзья. Это дворик. Здесь машины во дворе. Вон муж уже достает чемодан. Вещи наши. И мы будем заходить. Я покажу вам. Сегодня очень жарко тоже. Это находится в самом центре. Да, адрес Арама 48. Ну что, Валер, помочь? Вот наш чемоданчик. Сейчас будем заходить уже. Хочу показать. Мы сняли это прям в самом центре. Ну, я вам, конечно, все там обязательно покажу, чтобы вы увидели. Заходим. Это вот такой небольшой холл. Конечно, мы лифту подниматься будем. Чистенько, хорошо. Уже хочется быстро в душевую комнату, друзья. Вы не поверите. Одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый этаж. Ну, там классно, друзья. Так удобная и гладилка, и все-все. И стиралка. Это вот самое, что нам нужно, да? Вот мы сейчас уже заходим. Вот, чтобы вы поняли, да? Мы заходим сразу с вами вместе. Ой, как прохладно. Кондиционер. Заходите, гости, дорогие. Заходите, гости. Вот видите, какая красота, да, друзья? Студия, чистенько. Все прям супер, можно сказать. А что нам двоим еще нужно? Это вот такое вот. Это получается, как гостинка, да? Студия. Студия, вернее, да. Студия. Телевизор. Вот сейчас я показываю. Телевизор. Здесь диванчик. Столик такой для работы, конечно. Здесь даже, видите, какой стол стоит со стульями, где можно и гостей принимать, и самим покушать, да? Да, да, я покажу. Здесь у нас, как я и говорила, вот висит кондиционер, холодильник. Вот, такая небольшая кухонка. Нам большая и не нужна. Стиральная машинка. Здесь холодильная. И сушка. И фены. В общем, а тут у нас ванная комната тоже. Так. Сразу хочу все показать вам. Вот так вот. Да, полотенчики. Ну, я сейчас зайду, покажу все, конечно. Вы показывайте, а я пойду приму душ. Полотенчики. После поездки. Да, да, да. Очень тяжело, конечно. Хочется быстро в душ. И пойдем дальше отдыхать. Так. А это уже спальня-комната. И скажи, пожалуйста, в итоге, как получается у нас в сутки, какая оплата, чтобы люди знали. Сейчас я. 4 800 российскими деньгами, да? Получается, да. В сутки 4 800, друзья. Ну, и, конечно, конечно, я хотела показать. Мы выходим. Здесь вот такой вот балкончик. Можно сказать, целая площадка. Можно здесь даже свадьбу сыграть. Вот так вот. И подходим. Я еще наверх хочу подняться. Мне вот подсказали, ребята, что можно подняться наверх. И вы оттуда все увидите. Вот видите, как. Смотрите. Я показываю вам. Даже каскад отсюда видно. Ну, конечно, мы побываем там вместе с вами. Вот я приблизила камеру. Как бы и вниз показать, да? Наконец-таки, слава Богу, с Божьей помощью, мы находимся вместе с вами в Ереване. В центре. Успели даже быстренько все свои дела сделали. Оделись и вышли. Гуляем в центре. Сейчас находимся на улице Амиряна. И, конечно, все-все остальное я буду показывать вам. Вот, как и говорила, Ереван. Сейчас мы будем потихоньку вместе с вами идти по улице. И я все буду показывать. Машину мы оставили. Решили с мужем, пешочком, показать вам Ереван. Как я и обещала. Вот. Правда, погода здесь тоже жарко. Я хотел показать вам деньги. А, хотели показать вам деньги. Мы вот российский поменяли на... Максимальные купюры. Драмы. Драмы. Максимальная купюра у них 100 тысяч. 150 и 20. 10, 5 и 1000. Вот такие курсы. 4,32. 1000 рублей. 4,32. 1,4. 4,32. Так улетают быстро. Да, деньги улетают быстро. Мы успели быстро в ванну приняли. Все быстро посложили, все вещи. Вот. И решили, чтобы время не терять. Сейчас здесь, в Армении, в Ереване, значит, 4 часа. И вот, конечно, мы вышли, чтобы, как я и говорю, время не терять. Все показать вам, друзья мои. Жарко, жарко, тоже жарко. Я думала, что будет... Единственное, где было прохладно, это было очень... Прям, знаете, я даже замерзла в Верхнем Ларсе, когда мы проезжали, да? Проходили границу, и во Владикавказе. Вот. А сейчас здесь тоже очень жарко. Ну, конечно, не как у нас в Ростове, 42-41. Ну, тоже жарко. Хотела показать старые вот такие вот дома. Сталинские постройки, да. Вот тоже, чтобы вы видели, как интересно, правда? Центр, да, Старый Нереван. Вот так вот. На улице. По улице идешь, везде кафешки. Тоже рестораны. Вот. Здесь мы... Сейчас я тоже хотела показать. Мы перешли дорогу, вот. И небольшой такой парк. И с той стороны, и с этой стороны парки. Вот. Фонтаны. Ну, вечером мы обязательно пойдем на центральное... Вот это, где правительство там. Обязательно покажу фонтаны. Он даже фотографируется. Вот вывеска тоже, да, висит. А это что, банк или что громадное такое? А? Нет, это отель. Отель, да? Отель. Еще хотели показать. Вот. Стоят машины гаишников, да? Посмотрите, какие. Маленькие. Как-то не нужно было, что он делал. Здесь только на иномарке. Видите? Ой. Немножко, правда, меня еще с дороги как бы покачивает. Может быть, извините, камеру как бы не сильно этот. Ну, как стараюсь снимать. Чтобы все показать. Да, много национальностей, хотела сказать, арабов. Ну, вот вечером мы обязательно на фонтан пойдем. Я вам покажу. Ну, ну, как раз вылететь и лежит. Еще что же хотела сказать, что очень много россиян живут. Прям живут, да? Сейчас хотела показать тоже театр. Видите? Фронзика Маквчана. Здесь выступал, да? А это рефертуар. Хотела показать церковь. Самая большая церковь. Построена, ну, не знаю, каким-то меценатом. Вот, ну, и туда пойдем вместе с вами. Я покажу. Сейчас на улице стой так. Классно. Погода прям хорошая. Уже прохладненько. Друзья, вышли в вечернее время. Вот. И хотела показать, какую я быстро только что зашла в парикмахерскую. Сделала прическу себе. Посмотрите, какая я. И, конечно, мне делал мастер. Мужчина. Он из Англии. Армянин. Ну, я думаю, шикарно уложил. Тина, Тина, она вам изменила. Нет, я мастеру своему не изменила. Так что, Тиночка, я тебя люблю. Обожаю, моя хорошая. Но я хотела показать, какая я сейчас в Армении. Вот. И сейчас поворачиваю камеру. Хочу показать, где мы с мужем находимся. Ребят, мы находимся на площади республики. Здесь находятся все правительственные здания, отели. И вы видите, что вот эти все здания, они облагорожены армянским природным камнем. Ну, и желтого цвета, и розового цвета. Здесь старый Ереван, действительно, полы в этом камне. Очень красиво. Сейчас мы пойдем к поющим фонтанам. Они находятся в деревне, именно площади республики. Сейчас вместе с вами мы пойдем к поющим фонтанам. И как раз поближе там все покажем. Идем сейчас к поющим фонтанам. Конечно, сейчас потемнеет. Здесь очень много будет людей. Вот, да, и сейчас, да, вот. Но вечером очень красиво. Просто освещение. Ну, все увидите. Покажу обязательно. Сейчас будем дорогу переходить. Видите, сколько людей. Ну, это еще не так много, конечно. С той стороны нужно будет. Да, очень много иностранцев. Вот. Здесь России, да, ребят, много. Вы понимаете, они в основном здесь живут и работают. Да, здесь живут, работают. А вон... А вон... Ну, сейчас я постараюсь вам показать и индусы, и даже вон африканцы. Ой, машины гудят. Я говорю, погода немножко прям такая, да, стала? Хоть попрохладнее. А у нас вообще как... Вот жара с утра начинается и до вечера, до самого утра вообще невозможно. Мне там кто-то даже написал из подписчиков. Да, сегодня встречалась с подписчицами. Обязательно тоже выставлю, покажу. Вот. Кто-то написал. Ноночка, я доехала до Грузии. Была в Грузии. А в Ереван не поехала. А с вами вместе я попутешествую. Так что я вот показываю вам. И думаю, в следующий раз, что вы обязательно приедете в Армению. Посмотри, водичка какая. Холодненькая. Ну-ка. Мне сказать, классно. И знаете, что интересно, да? Вот я была и в Москве тоже, да? И тоже много национальностей, да? Вот тоже и индусы, и арабы, и кого только из национальности нет. И знаете, так интересно. Я вот как будто побывала в Советском... Вот, то есть, никто друг на друга не обращает внимания. Идут все люди, отдыхают. Знаете, вот никаких таких нету, что вот ты там... Негатива. Да, да, негатива никакого нету. Вот это самое главное. Даже вот подходишь, спрашиваешь, да? Не знаешь, например, где это находится. Что они всем показывают, рассказывают. Это очень много стоит. Правда? Да. С Казахстана много встречали тоже. Почему не поворачиваю на себя камеру? Хочу показать просто, чтобы вы видели. Да, сейчас вот, когда уже стемнеет, я обязательно покажу. Поющие фонтаны. Мы много... Завтра у нас в планах очень много тоже посещения. Но сейчас пока не буду говорить. А там уже, когда мы уже будем посещать эти места, обязательно вам все буду показывать. Друзья мои, приезжайте обязательно на отдых в Армению. Здесь просто классно. Отдохнете от души и поедете домой. Что ты... Приезжайте. 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 Поехали. Поехали. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вечерний дереван, друзья Субтитры делал DimaTorzok 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 красиво люди все сидят отдыхают я поснимала как раз поющие фонтаны это в центре как уже рассказывали с мужем вы все это увидите муж так устал друзья что заказал пиво и хочет выпить пиво уже можно мы сейчас пешком и спать ляжем до будем отдыхать а завтра в путь вместе с нами очень большие планы конечно все поснимаю опять пока буду здесь буду стараться все вам показывать мои хорошие оливки огурец болгарский перец все это помидор хрустящий хлеб и томатный соус девчонки смотрите ищет невеста так что друзья пока я здесь можете мне написать до ищите ресторан моцарова видите даже как подают сразу кладут тарелку не надо так что приятного аппетита ответа и салатика но я действительно так устала что уже сколько часов до 10 часов вот поверите мы даже кушать не хотели мы быстро забежали выпили кофе булочку поели и все есть не хотелось так что вот сейчас обязательно попробую и скажу как на вкус вы заметили мы хлеб не берем худеем знаете соус очень интересный здесь и вот этот сыр придает такой вкус вкусный просто приятного аппетита спасибо просыпались и они аж промокли такие нежные прям я же как будто пушок в отток и а девочка разгружаемся до лучше замки шашкуков покусать так вот нам и все принесли позвольте я возьму ваш тарелочек да 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 можно Артур ка я поздравлю Артур наш официант ну-ка ну-ка спасибо сейчас я покажу давайте сделаем 4 куска чтобы потом удобно было у вас ну да все не итальянское завтра армянское посмотрите какая красота да аж дым идет ну да да закрытая пицца как как закрытая пицца и знаете мне очень понравилось что быстро быстрая подача да и вкусно запах такой не передать вам жалко камера не передает вот так попробуй по друзей приятного всем аппетита хочу это тоже продегустировать как мы показывали да и сыром и запах такой прям обалденный мнеhini чтобы так тянется 然後 там вкусный вот это самое вкусная вот как не поймешь как но это как закрытоя это как закрытая пицца да здесь мясо, форш и вот сыр, очень очень вкусно смотрите мне сделали комплимент, Артур принес тирамисо сейчас камеру возьму подают мне ну как? супер действительно вкусно говорит это еще не все, принес еще нам лиманчелло это наша фирменная напитка, и это все здесь приготовляем готовится здесь, из водки, из лимонной цеды так что жалко, я не пью, а муж уже выпил пиво 5 минут 11, а Ереван все отдыхает, как муж говорит два два вот 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 и